Доброе утро, мои любимые! Сегодня 10 мая и первый рабочий день на этой неделе. Ну, первый рабочий день в Беларуси. Поэтому я уже с самого утра приехала на работу, сейчас буду открываться и по привычке хочу показать вам сегодняшний свой день. Обычно, правда, я снимаю влоги по понедельникам, так уж получилось, я не знаю почему, но так как предыдущие два дня были выходные, и сегодня действительно уже начало рабочей недели в Беларуси, то и влог я решила снимать сегодня. Сегодня влог будет такой наполовину рабочий, наполовину свободный, потому что у меня будет работать моя новая девочка, поэтому я периодически буду оставлять ее одну, ну, а вам буду показывать, чем же я буду заниматься. У нас опять холодно, вот я, честно говоря, уже жду, когда же я начну влог со словами «как у нас жарко». Пока я начинаю практически все влоги словами «как же у нас холодно». Дело в том, что сейчас 0 градусов, идет снег, напомню, сегодня 10 мая. Я знаю, что я не удивлю тех, кто смотрит меня из Москвы, потому что, по-моему, если я не ошибаюсь, два дня назад у вас тоже шел снег, вот этот циклон дошел до нас наконец-то, поэтому у нас холодно, идет снег, этот снег обещают еще два дня, и такую погоду обещают еще два дня, и уже к выходным к нам придет настоящая теплая погода, обещают плюс 17 градусов, будет солнце, то есть уже будем наконец-то таки встречать лето. Весну мы так и не прочувствовали в этом году, но зато я надеюсь, что лето хотя бы нас не удивит. Что вам еще рассказать? Вчера было 9 мая, я, честно говоря, хотела выйти погулять с дочкой, поснимать наши праздничные гуляния, но дело в том, что погода уже вчера очень сильно испортилась, было холодно, и как-то, честно говоря, настроения особо выходить из дома не было, поэтому вчера мы просидели дома, и только уже вечером съездили с семьей в пиццерию, где просто немножечко покушали, а салют уже смотрели из окна своего дома, потому что у нас достаточно хорошо его видно, поэтому ничего я к вам, к сожалению, не засняла, но в принципе у нас 9 мая, так вот именно с парадами, как во многих других странах, давно уже не празднуют, парад у нас всегда на День независимости Беларуси, это 3 июля, поэтому 3 июля я точно вам сниму, какой у нас парад и как празднуют этот праздник в Беларуси. Но еще я очень хочу поблагодарить своих зрителей, которые оценили мое предыдущее видео, видео про музей Великой Отечественной войны, если вы его еще не посмотрите, ссылочку я оставлю в описании под этим видео, действительно для меня было очень важно ваше мнение по этому поводу, потому что мне очень-очень хочется делиться интересными местами Минска и Беларуси, и я очень переживала, как воспримет эти видео мои подписчики, но я вижу, что вам понравилось, вы меня просите снимать и дальше такие видео, поэтому действительно такому плейлисту быть, и периодически я вам буду показывать какие-то интересные места. Ну а вы, если вы из другой страны собираетесь в Беларусь, то конечно же тоже смотрите, благодаря чему вы можете себе составить такой вот экскурсионный план, куда попасть и что можно посмотреть у нас в Минске или в нашей стране. Все, как всегда, болтаю с утра много, поэтому лучше пойду открываться, встретимся чуть-чуть больше. Все, я уже в магазине, уже открылась, посмотрела на остатки после вчерашнего дня, ну как я и думала, покупали розочку, покупали гвоздичку, красной гвоздики почти не осталось, беленькую также брали, брали розовую гвоздичку, которая у меня была. На самом деле остатков много, в основном это классический ассортимент, это роза, хризантема, гвоздика, поэтому сегодня я скорее всего уценю для того, чтобы ее побыстрее распродать, потому что завтра вечером у меня будет новый привоз свеженький, и я думаю, что еще завтра с утра я подъеду на склад и еще возьму немножечко экзотики, потому что мне к пятнице надо сделать два интересных букета. Возможно, сниму для вас видео о том, как я буду делать эти букеты. Что у меня еще нового, я наконец-то сделала подсветку на полке, но сделала ее наполовину, потому что еще на одну полочку у меня там порвалась эта диодная лента, ее надо либо спаять и заново повесить, попытаться, либо просто покупать новую. Давайте вам покажу, какая подсветочка получилась, мне очень нравится, действительно создает настроение и привлекает внимание. Пойдемте, покажу вам. Вот, смотрите, подсветила я две верхние полочки диодными ленточками, видите? Вот, сейчас гораздо интереснее смотрится весь ассортимент, который у нас стоит на полочках, и вот еще на нижнюю полочку, вот эту, видите, темно достаточно, мне не хватило ленты, но я не переживаю, потому что еще все равно все в процессе, еще все равно мы тут работаем над тем, как будет выглядеть наш магазин, поэтому еще, как видите, я до сих пор не сделала шторки. К сожалению, так получилось, что мы еще до сих пор не можем вывести старую мебель, поэтому все-все немножечко откладывается, но тем не менее, я не переживаю, я знаю, что так или иначе мы сделаем здесь интересный, уютный, такой вот милый домашний магазинчик. Вот, а еще хочу вам показать фотофон, видите, какой он большой, это вот одна сторона, она из такого темного дерева, и вот вторая сторона, здесь получается у нас белый цвет с такими серебристыми потертостями. Фотофон размером, если я не ошибаюсь, 70 на 70, он очень большой, он очень тяжелый, но замечательная фактура дерева, ребята, действительно молодцы, сделали все очень качественно, поэтому я вам под видео оставлю ссылочку на инстаграм этих ребят. Если кому-то интересно, они делают, как я уже вам сказала, они делают фотофон под заказ, по вашему желанию, вы можете подобрать цвет, подобрать размер, цены достаточно приемлемые, и, как я вам уже сказала, они высылают в любую точку мира, поэтому даже если вы не живете в Беларуси, но ищете себе интересный, хороший, качественный фотофон, то я этих ребят вам рекомендую. Это не реклама, они мне за это не платили денег, я у них фотофон действительно покупала, просто я вам даю совет, потому что я попробовала, мне понравилось, я заказала у них еще один фотофон, и жду, в течение этой недели они должны привезти. Ну и по поводу фотофона еще чуть-чуть с вами хочу поговорить, для чего я заказывала фотофон, дело в том, что мне, скажу честно, не нравится, как я веду свой инстаграм, инстаграм своего цветочного магазина. Там большое количество абсолютно разношерстных фотографий, абсолютно в разной цветовой гамме, и получается нет чего-то единого, нет чего-то интересного в этом инстаграме. Поэтому я очень хочу заняться более качественной работой в инстаграм, я хочу делать какие-то фотографии, которые будут между собой перекликаться и друг друга поддерживать. Выбрала я для себя такое направление, как флетлей, возможно, вы уже слышали об этом, если нет, то я вам расскажу. Это когда вот мы берем фотофон, выкладываем определенным образом какие-то предметы и фотографируем все это сверху, ну и создаем такие фотографии. Я никогда не снимала фотографии именно вот в таком направлении, поэтому сейчас я изучаю досконально этот вопрос. И если вам интересно, то я могу снять видео, и вместе с вами мы будем разбираться, как же снимать, что же надо делать, как вообще обучиться вот этому направлению в фотографии флетлей. Поэтому пишите в комментариях, либо ставьте лайк, чтобы я поняла, что действительно это видео будет интересно. Как я говорю, я не профессионал абсолютно в этом направлении, я абсолютно новичок, я никогда так не снимала, поэтому вам именно как новичок я могу это рассказать, что я делаю, как я этому обучаюсь, где я ищу информацию, где я ищу вдохновение и какие фотографии у меня получаются. Поэтому будем с вами вместе смотреть, как же будут меняться у меня фотографии, как мы будем с ними работать, как мы будем стремиться к какой-то идеальной, интересной картинке. Ну все, сейчас я буду ждать Марину, она придет, мы с ней сходим, возьмем кофе и займемся чисткой холодильника. В общем, ребята, я решила снять для истории, потому что, я думаю, вряд ли еще 10 мая такое повторится. Ну, на моем счету ни разу не было снега в это время. Ну да, немножко видно, просто был мелкий когда, его плохо было видно. Сейчас он такими хлопьями пошел, и хлопьями все-таки лучше гораздо. Ну, как я вам говорила, если будут небольшие заказы, то я вам их покажу. К сожалению, не успела заснять, как я делала вот такие вот два маленьких букета комплимента, потому что очень-очень мало времени, и прямо сейчас за ними придут, поэтому снимаю это видео, эту часть видео, и боюсь, что могу не успеть заснять, поэтому быстро показываю вот такие комплиментики. На самом деле букетики совсем недорогие, и состоят они из небольшого количества цветов. Давайте я быстро вам покажу и расскажу. Здесь у нас один пион, две кенийские белые розочки, гиперикум и веточка эвкалипта. По цене получается вообще сравнительно недорого на самом деле, плюс небольшая такая упаковочка светлый белый папирус и крафт. И вот такие вот два комплиментика у нас получились. Ну, а если вам интересно отдельное видео по букетам комплиментам, то поставьте мне прямо сейчас лайк, и я обязательно для вас сниму такое видео. Все, ждем, сейчас их должны забрать. Вот, мы немножечко поработали, вы видели букетики, которые мы сделали, немножечко перебрали цветочки, которые у нас были в холодильнике, кое-что уценили. Сейчас я немножечко займусь собой, а точнее продолжу заниматься собой. В прошлый раз, как вы помните, я делала маникюр в салоне, который около меня, а сегодня я записалась на стрижку и окраску. Поэтому, если вам интересно, пойдемте со мной, посмотрите, что же мне будут делать, и заодно напишите в комментариях, как вам нравится моя новая прическа, мой новый цвет волос или нет, и вообще изменилось ли что-нибудь. Все, сейчас будем заниматься девичьими делами, будем заниматься своей прической. Пойдемте со мной. Пойдемте со мной. Пойдемте со мной. Ну что, мои хорошие, как вы видите, я уже в машине, я уже приехала во двор, сейчас хочу занести вещи домой и поеду забирать ребенка с рисования. Моя дочка ходит в кружок рисования, вот, поэтому сегодня вечером я еду и забираю, и уже будем дома. День сегодня выдался, вы, в принципе, видели, такой достаточно спокойный, необычный, необычный, потому что шел снег, потом выглянуло солнышко, чуть-чуть потеплело, днем вообще было замечательное просто явление, когда было яркое солнце, голубое небо, и при этом шел снег. Знаете, такие чудеса, как я называю, майские чудеса, которым только надо радоваться. На самом деле, ни в коем случае нельзя грустить в такую погоду, а просто наслаждаться тем, что мы можем такое наблюдать, потому что, ну, как на моей памяти, такое действительно происходит впервые в жизни у меня. Поэтому я только наслаждаюсь тем, что могу увидеть такое вот явление, как снег, солнце, голубое небо, и при этом все в середине мая. И, кстати, хотела еще сказать, вы обратили внимание, наверное, вот у кого шел снег в мае, да, это вот Москва, например, вот у нас в Беларуси, я обратила внимание, что, само собой, сразу лента в соцсетях просто пестрит сообщениями про снег, как инстаграм весь просто разрывается от этих сообщений, все и фотографируют, все пишут, ай-яй-яй, как плохо, и что ж ты, май, такое делаешь. Но на самом деле все только переживают и нервничают. Ну, ребят, очень хорошо видно, как кто относится к жизни, да, находите всегда позитив во всем, что происходит. Недаром есть даже такая песня «У природы нет плохой погоды». Радуйтесь, радуйтесь тому, что вы можете это наблюдать, что это действительно интересно, это действительно необычно, находите всегда плюсы, не позволяйте себе грустить только потому, что в мае выпал снег. Потому что хорошее настроение, потому что ваши улыбки, и вот этот позитивный настрой вам действительно поможет, и не стоит унывать, не стоит переживать, тем более, что уже через два дня обещают хорошую погоду и практически лето. Вот, все, что я хотела, я сказала, значит, сейчас побегу домой, потом поеду за ребенком, с вами уже на сегодня буду прощаться. Очень рада, что вы меня смотрите, надеюсь, вам не было со мной скучно. На днях обязательно сниму вам видео по букетикам, так как давно не снимала, я думаю, вы ждете уже видео по флористике. Возможно, букетик комплимент сниму, если вам это, конечно, интересно. Ну и не забывайте на меня подписываться, нажимайте колокольчик, чтобы всегда первыми быть в курсе событий, чтобы знать о выходе нового видео. Ставьте лайк, если вам со мной интересно. Хорошего всем дня, хорошего всем настроения, какая бы погода ни была за окном, я очень вас всех люблю и ценю. С вами была Оля и Творческая Мастерская. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!